Всем привет! Сегодня у нас с вами новости Турции. Итак, на повестке дня, помните, я в прошлый раз говорила, что упала турецкая лира, поднялся очень сильно доллар, и буквально через одну-две недельки, через три у нас сейчас будет все дорожать. Мы находимся в этом процессе сейчас. Это, конечно, я бы не назвала прям паникой у людей, но все, конечно, в шоке. Буквально вот пару месяцев назад летом поднялась цена топлива, бензина, и в связи с ситуацией экономической, с падением лиры, она поднялась еще раз. Соответственно, дорожает логистика, доставка, вообще все, что подвязано на бензине, на топливе, проезд и вся прочая история. И все такие, а, взялись за голову, ну потому что у нас за последние несколько месяцев уже подорожание, ну как и в принципе и в России, я в курсе, что там происходит, да, на 30%, где-то сейчас на 40% уже в каких-то позициях, в каких-то отраслях будет, в общем. А зарплаты-то не растут, собственно, да, индексация такая не происходит, и она несоразмертна росту цен. Поэтому, естественно, на телевидении последний разговор это все про деньги, про вирус, про корону и про политику в стране, что сейчас происходит. Про политику могу сказать, что, хочу сказать, главнокомандующий, нет, президент страны, пытался или, как бы правильно сказать, пытается спровоцировать конфликт, и была заявка на то, что будут высланы 10 послов 10 стран из Турции, в том числе Америка. То есть такая провокация, маленькая победоносная война, чтобы переключить ситуацию, найти виноватых, потому что именно вот эти настроения, я бы даже сказала, страх людей, финансово-экономически, что происходит, на что жить, как растут цены, да, и людей, вот это негодование за последние две недели вообще возросло гораздо в разы. И для того, чтобы перевести, условно назовем, стрелки, был такой шахмат, да, сделан. Ставка была найти внешнего какого-то врага, условно, человека или страны, которые нам мешают и так далее. Вы, ну, всю эту историю прекрасно знаете, это примеры других стран, которые также ведут политику. Так вот, все начали, естественно, это обсуждать, обсасывать. Здесь очень активно вылезла оппозиция с этой критикой. Возможно, там будут досрочные выборы. В общем, такой политический момент сейчас очень шаткий. Все это, естественно, обсуждают, всем это очень интересно. Все этим вопросом заняты сейчас. Ну, естественно, все ждут вот приближения холода зимы. У нас начинается ноябрь месяц, скоро у нас вступительный сезон. С какую копеечку все это людям выльется? Про цены в магазинах я вообще, ребят, молчу. Я уже просто, я не то что не удивляюсь, я не знаю, как продавцы просто уже, мне их даже жалко. Они не успевают перебивать просто ценники, переклеивать с повышением товара. Но, несмотря на это была же встреча России и Турции, и на которой встреча наших представителей, туристических министров туризма, да. Так вот, туристический сезон в Турции продлили в этом году до конца ноября месяца. Отели обычно в конце 20-30 числах октября закрываются. В этом году они будут закрываться в конце ноября. Во-первых, позволяет погода сейчас в Анталии довольно-таки нормальная. 26-25 градусов, 23. Покупаться можно. Кто спрашивает, можно ли купаться в Анталии. Локдаун же многие сейчас приобрели вот этот месяц ноября. Билеты и каникулы школьные при этом сочетаются с этим локдауном в России. Билеты в Турцию. Отели остались открытыми, оставили они всех сотрудников. Покупаться можно с утра, под солнышком. Но вылазить уже, знаете, ветер такой прохладный, холодноватый из воды. Но, честно скажу, как в Новосибирске, насколько холодно и летом поплавать. Для нас это такая, по моим ощущениям, как в реке Опи, в России, в Новосибирске, в частности, в реке Опи, летом покупаться. Вот очень похоже. Ничего такого страшного. Все равно это лучше, чем ничего. Ну, естественно, фрукты. Отдыхать, загорать можно. Солнышко припекает. Довольно-таки осень у нас наступила рано. Но она такая продолжительная. Не супер холодная. В общем, терпимо. По градусам, знаете, в конце октября месяца. Бывало и похолоднее гораздо. То есть нормально. Или даже можно поехать по Стамбулу, погулять. Тоже погулять. Погода приятная. Дожди не заливают. Обычно, если начинается дождь, сразу холодно. У нас пока что еще сухо. Но дожди, скорее всего, в ноябре ливанут у нас. Попозже чуть-чуть. Недельки через две. По поводу локдауна. Был вопрос, естественно, в Турции. У нас же тоже высокая смертность от короны сейчас. Очень высокая заболеваемость. В основном сейчас в легкой форме, потому что здесь очень много привитых. И действительно, в легкой форме, кто болеет, гораздо больше, чем раньше было людей, которые на дому не обращаются в больницу. Здесь больницы не переполнены, не забиты. Но на ИВЛах, в тяжелом состоянии, в реанимации тоже есть люди. Это, конечно же, то с короной, с какими-то осложнениями. И не только как пневмония, у кого-то просто свои хронические заболевания, они из-за короны активизируются, естественно. И такие люди хуже, тяжелее эту пневмонию, корону переносят. И таких тоже немало. Но вот этого средней тяжести гораздо стало меньше людей. Либо в легкой, либо вообще в тяжелой. И люди начали шушукаться, естественно, сразу. А у нас очка, дети в школу пошли. А что сейчас у нас будет? Начались слухи, сплетни. Это же Турция. Мы сплетни очень любим. Все начали сразу переговариваться. Вот при такой статистике еще в мае месяце мы уже на карантине месяц. Помните, сидели перед туристическим сезоном? В июне открывались. Попозже сместился месяц туристический. И, собственно, почему нас сейчас не закроют? Потому что сейчас нас закроют. Ну, в общем, вот по итогу на прошлой неделе пришлось выступить официальным заявлением министром здравоохранения, который заявил о том, что, в общем, что бы ни было вообще, какая статистика у нас, хорошая статистика по вакцинации. Поэтому очень много заболевших, кто в легкой форме переносит, не составляют, скажем так, угрозу огромную их здоровью переполнению больниц. Поэтому очная форма обучения не будет сворачиваться. И вообще такая фраза, у него прям цитату помню, что, мол, наши дети, какие бы там садики, школы, институты, их образование больше не будет страдать. Это был большой удар по нашим детям корона, то есть, ну, вот пандемия. И мы больше не будем подвергать ни в каком случае очную форму обучения мы не будем закрывать. Типа это образование наших детей, это слишком большие потери для нас в будущем. Ну и все как бы успокоились, и вся эта тема про локдаун подутихла, а потом сказали о том, что продлевается туристический сезон до конца ноября. Все, в общем, все поняли. Посмотрим, что будет у нас по окончанию ноября-декабрю месяца, когда закончится туристический сезон. Посадят где-то нас на карантин или нет, скорее всего, я не знаю, честно говоря, да нет. Мне кажется, уже нет, потому что экономика в стране, вот вы видите, в какой ситуации находится. И просто, ну, люди не переживут еще локдаун, еще закрытие. Когда у тебя нет денег, еще положить зубы на полку и ничего не есть, как бы, ну, о чем тут говорить? Людям нужна работа, люди хотят работать. И, соответственно, сидеть дома никто не готов. Ну, вы знаете, что турки такие трудяшки-работяшки, и они очень такие прям трудоголики, вкалывают по максималке, как только можно, да, при возможности стараются заработать. Поэтому здесь никто не ждет, а скорее блокдаун мы отдохнули, например, да, посидели бы дома. Я вам иногда рассказываю смешные новости, я вам расскажу новость старую. Ей уже, наверное, месяц, примерно, недельки три назад это было, и в прошлом выпуске новостей я забыла об этом рассказать. Я не буду здесь вставлять картинки и видео из новостей, сюжета, потому что меня YouTube блокирует за авторские плоровая. Я вам просто на словах расскажу. Была такая новость, ее даже печатали в российских новостях в СМИ, я читала в ленту Ру. Это кино вообще, это такое, мы так с мужем смеялись, я говорю, такое может быть только в Турции, это вот чисто турецкий менталитет. Группа друзей отдыхала, выпивала, турки, где-то там, типа, под городом в каком-то лесу, в парке, короче, да, парк общественный какой-то, не просто в диком лесу. И, в общем, короче, они потеряли одного своего товарища по синей лавочке этой, и начали, организовали, позвонили в полицию, поисковый отряд, и, в общем, в ночь этого товарища начали искать. И группы разделились людей, которые его искали, знаете, отряды, типа, у нас в России тоже такое, да, есть. И вот, в общем, начали это человека искать, вот в этом парке каком-то, в этой пригородной зоне. Ходили, искали, искали, и люди эти разделились, кто, люди, это я имею в виду компания, которая отдыхала, их около 6-7 человек было, ну, молодые, там, по 30 лет, да, для того, чтобы в группе кто-то мог этого человека, если найдут, они же люди другие, не знают его, чтобы могли опознать его знакомые в лицо, короче, да, его узнать. Вот ходили, искали, спустя 2 часа где-то после поисков, и когда все кричали имя, там, я не помню, честно говоря, имя, ну, допустим, назовем там, Вася, все кричали, где Вася, там, по имени, кричали, кричали, и через 2 часа в одной группе закричали его фамилию. И один мужчина из группы поворачивается и говорит, а это я, он говорит, в смысле, ты, ну, это я, там, Вася Пупкин, условно, вы сейчас кричали, Вася Пупкина ищите, да, ну, такие, как ты, не поняли. В общем, он был в подшафе, в подпитии, он не понял, что кого ищут, это вообще до какого состояния надо допиться, да, и он вместе с поисковым отрядом ходил, сам себя искал, он не знал, кого они ищут, он был пьяный. И кричали имя, имя, ну, такое же, как у меня, когда сказали фамилию через 2 часа, он узнал себя в этом, в этом крике имени и фамилии вместе сопоставил. И в группу, в которой он находился, его друзей в этой группе не было, они разошлись по лесу, он присоединился к группе и рассказывает потом, типа, ну, я шел такой, смотрю, у кого-то группа какая-то, вы что делаете, типа, мужики? Мы, типа, вот человек потерялся в лесу, и мы ищем, ну, и он, как добрый, воспитанный, правильно, сознательный гражданин, подключился к этой группе и тоже пошел искать этого неизвестного человека в лесу, пошел помогать. Вот вам про помощь турок. Он это сделал абсолютно автоматически, своих добрых побуждений искал сам себя, и спустя только там пару часов все поняли, что этот человек ищет сам себя, ходит. Вот реально нелепая, смешная ситуация, я в России такого не слышала. Это чисто турецкий менталитет. Здесь очень несколько моментов просматривается. Вот это бесконечная помощь, подорваться, побежать, если позвали, помогать кому-то. Второе, это какая-то беспечность, безответственность отчасти, легкость. Это когда ты ходишь, ищешь, типа, помогаешь, и не задумываешься, не подключаешь мозг, а кого еще, почему не задать никаких вопросов. Конечно, такой сглаживающий момент, что человек был в состоянии эйфории и алкогольного опьянения, но все равно. Вот это вот смешная, скажем так, глупость. Вот вы видите, из раза в раз, из выпуска, в выпуска, в новостях я вам такое, такие примеры рассказываю интересные. Когда вот человека, помните, в прошлый раз ограбили, вытащили копилку, потом его же вор, его домой к нему повезли, подвезли на машине. Сейчас вот эта история, и здесь такого полным-полно, я вам рассказываю только те истории, которые оглашены, которые поддаются огласке в новостях, в телевизоре, что просто ржет над этим вся страна. Это даже вот в российских новостях я это видела. Вот такое здесь бывает, вот такой менталитет вам. Вот в таких комичных ситуациях это большой пример того людей, менталитета, какие они. Забавно, смешно, от души добрых охотали, блин, всей страной, наверное, на неделю, наверное, вспоминали это, но все ржали. Честно скажу, весь твиттер, инстаграм мемами был усыпан этой историей. Все это обсуждали, охотали. Ну, уже подзабыли, это было три недельки назад. Вот такие у нас новости Турции сейчас. Так что локдаун в Турции не ожидается. Прививки, вакцина, все это продолжается так же, как и раньше было. Школу закрывать там хотя бы очное обучение не планируется, слава богу. Туристический сезон у нас продлился до конца ноября месяца. Экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Это самые главные вопросы, которые сейчас задается общеобщество. Здесь на что жить, как жить, что с работой будет. В общем, все в таком подвешенном состоянии ожидания. Если у вас какие-то вопросы есть, задавайте, пишите в комментарии или тему для видео. Для новых я всегда под своими видео в инфобоксе оставляю почту, на которую вы можете записаться ко мне на консультацию, прислать свою анонимную историю для канала. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok